О выборах, о планах, о проделанной работе. Глава областного центра Юрий Гришан провел встречу с сотрудниками медиахолдинга «Вечерний Магадан». После единогласного голосования депутатов городской думы за кандидатуру Юрия Федоровича и избрания его мэром на следующие пять лет, остальные кандидаты не остались незамеченными. Самым активным планируют предложить работу в муниципалитете, а новые идеи остальных хотят реализовать в будущих проектах по благоустройству города. 2020-й позволил обновить в городе дворы, дороги. На побережье полноценно заработал парк «Маяк». Стартовали и ввели в эксплуатацию коммуникационные проекты. По словам Юрия Гришана, планку на следующий год планируют держать как минимум на уровне текущего. Сегодня в областной казне есть деньги на строительство второй очереди парка «Маяк». Завершают проектировать новый этнопарк «Дюкча». Есть цель улучшить жилье нуждающимся горожанам. Летом продолжат благоустройство дворов, дорог и прилегающей территории. Был такой продуктивный год, это нельзя не заметить. Что обещают следующие? Магаданцы увидят оживление по скверу 63-летия Магадана. Это один из первых скверов, который сегодня находится в таком, мягко говоря, в убогом состоянии. А если по-честному, то пользоваться таким сквером нельзя. Его нужно закрыть со всех сторон, потому что он аварийен. По нему ходить нельзя, по нему ни в велосипедах, ни на самокатах, ни с колясками, ни колясочником, ни людям, ни женщинам на каблуках нельзя. Все разрушилось за последние годы. Мы занимались другими объектами. Этим сквериком, к сожалению, нет. Мы прошли государственную экспертизу, мы получили проектно-сметную документацию. Деньги правительства Магаданской области нам нашли 45 миллионов. Также Юрий Гришан отметил активность магаданцев по прямой линии. Лично встретиться мэру с горожанами в год пандемии не выдалось возможности. Учитывая такую сложность, на 2021-й в мэрии Магадана запланировали обустроить помещение с видеокамерой и микрофоном. Желающие по предварительному запросу смогут высказать проблемы, идеи и предложения главе города онлайн в прямом эфире. И вот эти 150 миллионов.